Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Дело в том, что вступительная речь господина Гиперборийского, а он же Красный Принц, не вошла в мою запись, поскольку у меня запись почему-то включилась чуть позже. Поэтому, если вы хотите послушать, что он там наговорил, то все к нему на канал по ссылке, которая будет под этим видео. А сколько там было мата? Ужас. Да ладно, Гиперборийский, мата, что вы, что вы. Да-да-да. Что вы, что вы, как-то у Сибилы странная накидка. Ну ладно. Ну так что вы нам хотите рассказать? Я хотела рассказать, что мы с вами находимся в лесу. Я уж не помню, как он монастырский лес, по-моему, называется. Здесь есть очередной алтарь, и в этой игре присутствует квест. Он называется «Три алтаря», но он забагован и не обозначается как квест, но он есть. И один алтарь мы с вами уже видели, там где-то на переходе у ручья он был. Второй алтарь был там, где мы бодались с оленями пустоты, но, по-моему, мы не помолились у этого алтаря. Тут у нас есть третий алтарь, и вот к нему-то мы сейчас и направляемся. Мелкими шажками, короткими перебежками. Так, иди потихонечку. Так. Я, наверное, даже фейна пущу вперед. Да. Да, он немножко посильнее будет. Опа. Видали, что тут стоит? Че это? О, 1500. Плачущая мерзость. О, господин, господин, я не могу, я не могу. О, плачущая мерзость. Кажу, плачущая мерзость, а две головы, что ли. О, е-е-е-е-е. Или три даже, там, три рта, три головы, или четыре, да. Давай, я Сибилу спрячу вкус. И попробую пробраться сюда, вот, наверх. Я гнома тоже хочу вкус спрятать. Давай, давай. От принца только отсоедини его. Что это за тварь, кричит Сибилла из кустов? Ты какая-то тварь, вряд ли она с нами будет разговаривать. Так, Сибилла, вот здесь и оставайся, наверное. Чего ты, Сибилла, дай-ка я пройду дальше. Он же там не видит, если прямо на самый край-то встать. Ну да, но Сибирь это расстояние достаточно. А эта тварь может сюда тоже заскочить, я так думаю. Так, Фейн, давай-ка ты тоже в кусты. И подойдем. Не знаю, может, тоже поближе, что ли. Кстати, если вот тут встать, она не заскачет. Помоги мне, господин, прошу тебя, господин, рычит. Помоги мне. Он сам молится. У него не то, что три головы. Я вообще непонятно, сколько у него там голов. Ну, по крайней мере, три я вижу. Куча лап. Руки у него тоже из голов волков. Одна рука, по крайней мере. Обалдеть. Вот это, да. Я не думаю, что это будет мирная личность. Так, ну что? Принц, принц. Эти самые ушки, ушки торчит их вот. Шапочка. Так что, с ним разговаривать, что ли, надо? Не знаю. Попробуй. Давай я сделаю тут сохранку, когда мы так... Нет, давай, встань как положено. Ты Фейн встала уже куда надо? Ну, я, в принципе, встала Фейн как надо, да. Да, я иду тогда принцем разговаривать. Ну, давай. Плачущая мерзость. Прошу, господин, прошу, господин, пощади меня, пощади. Слишком больно, мне слишком больно. Чё за хрень? Ты, 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 ты не можешь сюда. Я ещё живу. Я, 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 я. Существодруг охватывает лапу и голову за ушами, словно на неё накатывается приступ ужасной боли. Узбастая пасть обрамляет несколько челюстей, словно какой-то эксперимент безумного таксидермиста. агрегир пророчи понизить голос и ласково сказать зверю что ему кажется очень больно спросить что он где сделает сказать что вы пришли помолиться семерему алтаря который на храняет достать оружие вы станете вы не станете поворачиваться к огромному зверю спиной немедленно отступить так спросить что он здесь делает или ласково сказать ну что он делает это наверное ну не знаю давай попробуем понизить голос и ласково сказать зверю что ему кажется очень больно вот это для чего ты пришел сюда для чего ты пришел сюда так что ты делаешь его бешеный взгляд перескакивает на вас на каравальный алтарь снова на вас мучение отразится на его морде вдруг сменяется выражением понимания ему ему нужна а я я ему нужна кровь кровь а господин я дам тебе кровь отдам всю кровь умоляю господин принимаю кровь о майн год так волки куда он меня кинул гнома блин сволочь сюда слушай смотри что делается волки эти волки они наполняют его силой проклятие на звери на все нового ваще лупасит по полной программе все убил убил я вижу что убил так а что будем делать бой пустоты хер было снимет было разговаривать надо было сразу так яда боится земли боится огонь 60 остальное по 20 так эффект его и пустоты два раза на нем сила плюс 5 восприятие плюс 5 движение плюс один шанс попадания плюс 20 урон плюс 80 шанс крик удара 25 волчьевой значит надо убирать волков а потом что там с этими волками то 44 600 ну можно в принципе убирать конечно же но это надо отскакивать пустоты фейдом надо назад отскочить убрать дальнего так я так-то инкарнат оставлю так или паутину на него надо наложить на ноги ну да его надо не давать ему ходить просто-напросто надо большому а волков надо бить давай попробуем так а гнома откинуть никак не не гнома я откинула наверное либо следующим ходом либо каким-то потому что сейчас важно это сделать так теперь шибануть вот этого волка так а вот инкарнат удар кинжалом который наносит физического гниения боль порча болезнь сейчас фейном ходишь не менее фейном инкарнатом волка будешь бить вот этого да просто если займешься этим волком то я принцем тогда прыжком феникса прыгну наверх и добью вот этого да-да-да-да-да-да так это три очка то еще и жажду вампира на него волк наложил болин так что мы делаем феном паутину стоят паутину я отскакиваю я наверное вот самого дальнего волка нейтрализую просто бей его самого дальнего чтоб к тебе не успел подойти этот блюдок нижнего самого дальнего волка так надо как-то так кинуть чтобы есть паутине теперь сейчас фен попробуют телепортнуть гнома у меня есть свиток телепортации так а а могу я интересно лучше самым самим фейном нижнего волка начинаем отпрыгни ему нас за не за спину и бей нижнего волка но макер с ним уже теперь чё да боюсь что мы втроем не справимся в любом случае просто у тебя сейчас фейна просто убьют а вот всем там останется я отпрыгнул фейна но если тебя хватает очков то отпрыгивал единственное что гнома я смогу но не очень далеко телепортнуть поэтому гномом придется тебе как-то дом я просто убегать буду вот туда ты его делал но вот насколько я могла настолько я его телепортнула так и теперь здесь ну да него полка нижнего да 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 еще на краем и вдвоем с гномом здесь точно заставали за разы пошел гнома жрать о промахнулся слава богу так смотри что можно сделать бритц он может один раз долбануть вот этого нижнего а потом прыгануть а lien ответ если ты не и ниша в нижнего счет и может быть они тоже на верхнего прилетят Что-то я сомневаюсь. Они, во-первых, там минусуются, если он наверху стоит. Просто я не буду накладывать спокойствие духу, чтобы одно очко сэкономить. Так, значит, что мы делаем? А что этот волк? Подожди. Чего он боится-то, блин? Яда не... Ну, все одинаково у него, как бы, похеру ему. Так, значит, щиты сколько очков? Два. Так, мне нужно что-то такое, чтобы поменьше. Мне кажется, я его добью чем-нибудь маленьким. Вот, жар дракона я его добью, правильно? Подожгешь этого самого. Нет, жар дракона, опять же, там магия-то на нем стоит. У тебя есть вот эта вот блиц-атака, или как там называется? Ты теоретически... Да я хочу. Должен одним очком отделаться. Ты можешь перескочить им на второго волка. Вот, посмотри, посмотри, насколько тебе... Я, если я не на второго волка буду, перескочу. Блиц-атака, вот, которая... Перескакивает на цели в другой, вы поражаете до двух целей, нанося тролливали. Ну, допустим. А куда он отскочен потом? Я керого знаю. Ну, вот, фиг его знаю. Он показывает, что вроде он к этому будет отскакивать. Который внизу, да? К жирному, к жирному, к этому. А мне надо просто чем-то рубануть. Так, чем бы я мог его рубануть? А потом прыжок феникс... А, прыжок феникс в единичка. Значит, получается, смотри-ка. Единичка это прыжок феникса. Вот это да. Да, прям к волку могу прям прыгнуть. Так, значит, тогда раз, два. И щиты это три-четыре. А прыжком феникса я волка не добью. Значит, мне его надо чем-то потом убить. Может быть, тогда я не буду этого нижнего убить. Я сразу, может быть, тогда прыгну к верхнему. Чтобы уже верхнего задолбашить. Ну, давай, давай. Кстати, может быть, если ты на... Ну, давай, да, на верхнего. Так, прыжок феникса. Так, теперь я могу... Так, я всю броню с него снял. Теперь могу бросить щиты, потому что, во-первых, значит, могу и наложить разум, и бросить щиты. А, ну вот так и сделаем здесь. Так. А эти все этого насыщают. Блин, только бы он не добил гнома. О, это к Сибири сюда пришел. Так, гном. Гном, беги. Так. Доспех мороза. Не-не-не, выходи из боя, влечу, беги. Просто выходи из боя. У тебя есть. Три. Три хода есть. Угу. Угу. Вот, и отхиливайся там гномом пока. Чтобы как можно скорее тоже вступить в бой. Сейчас не принцем ходи, отхиливайся гномом. Так, подожди, я сейчас смогу просто-напросто опять прыгнуть туда. Сейчас, подожди, тих, 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 тих. Сейчас, 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 подожди. Вот у него кончилось это действие. Это действие кончилось. Так, идем сюда. Вон от этих крайних волков ты можешь по гномам лопить. Так, оплачущую мерзость надо будет вырубать. Он освободился от паутины. Он от всего освободился. Дождь, отчет ли? Почему я не гномом сейчас хожу? Ну, перещелкни на гнома-то, господи. Все, гном твой в бою. Ну, он в бою, но я им ходить не могу. Ну, да, потому что не его ход. Зараза, я хотел сразу попробовать. Так, что вот это такое? Так, шквал ударов. Совершает пять немоверно быстрых ударов, каждый из которых наносит т-т-т-т-т-т, физического урона. Так, урон с землей. Так, требуется военно делать и требуется так. Вызов огненного слизня. Тоже лишним нихрена не будет, мне кажется. Да, 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 да. Чтоб эта оплачущая мерзость отвлекалась на наших угрозных. А не на нас. Подожди, я так, чтобы вот эти два волка попали. Вот сюда я его поставлю. Так, потом берем огненную херню. Например, лазер. А кого ты собираешься лазером шарашить? До этого магию у него сниму. Могу волчару. Не, плачущую мерзость пока не трогай, потому что это бесполезно. Волчары будут его насыщать. Вот этого нижнего саму, но не самого нижнего, а вот который рядом с белкой, чуть пониже волк на 5 часов, который... Вот этого магу. Ну, попробую. Но он его убьет сразу, в принципе. Ну, его да, его да. Так, теперь слизень. Белке достанется немножко. Да белка-то все равно уже труп. Ну, все. Так, подожди, у меня еще одну очку действия. Можно слизнем как-то так куда-то подбежать. Например, я могу подбежать к этому волку, к нижнему. Или могу остаться здесь. Да, там нижний волк, я думаю, что и фейн, и эти с ним справятся. Так, сейчас, подожди, я посмотрю, какой волк будет сейчас ходить? Как раз вот этот, которого сейчас я пульнул. Перед слизней, да? Да, значит, тогда мне нужно... Может быть, вот сюда переползти вот так вот. Ухрен. Так, Сбила, надо добивать, очевидно, вот этого, который тут рядом стоит. Еще он его насыщает опять. Так, фейн, тебе надо добивать вот этого. Так, а бросить хлороформу мы не сможем в этого? Кого? А у него, да, у него броня. Сколько? 165, а у тебя? 400. Чего, 400 и волк отобивать будешь, нет? Я смотрю, смогу ли я его... У меня только один ход, понимаешь, у фейна. Я смотрю, чем мне его добить можно было бы. Добить не получилось. Зато у него кровотечение. Так, инкарнат. Что мы можем делать? А самого левого ты можешь волка убить, инкарнат? Который перед слизнем? Нет, слизни, слизни сам его добьет. Вот левый, он вообще не тронутый никем. Самый левый волк в елках там спрятался. Нет, мешает инкарнату вот это исчадие. Вот, а добивай, значит, этого нижнего волка, который рядом со слизнем. А слизень-то развернется и попонет того. А, он не развернется, ни хрена. Я сейчас не убил. Спокойно. Спокойно, да? Сейчас гном придет на помощь. Гном идет на помощь. Так, инкарнат, ты у нас... Ага. Так, волчара позорный. Так, магическое у тебя броня, а значит, физическое ты не любишь, да? Ну да, ну да. Эх, дабы, надо было ставить под того, под большого. С этим-то волком бы справились, наверное, так. Так, кого? Доспехом мороза наградить. Так, доспехом мороза никого не надо награждать. Со всех пока все нормально с доспехом мороза. Ты вызвал вдогу? Охлаждение, все-все охлаждение у меня осталось. У меня остался дождь. Москиты? Нет, уже не могу. Я же прыгнул туда-сюда. А, ага. Могу бросить эту. Или... Окаменяющее касание. То могу еще много делать. Два метра я до этого достану. Достаешь до волка? До волка должен был. А, нет, принадь, достается. Не достанешь. Ну, значит, могу бросить хлороформ куда-нибудь. Поставь на вдову лучше этот доспех мороза. Доспех мороза никому не надо. Я так и хотел. Так, давай кусай гада. Есть. Может она еще закопаться? Может, 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 так закапывание, пожирание трупы ей не надо. Сейчас закопаемся. Опа. Привет, дружок. Ну вот. Блин, кого надо убить? Эй. Убил, блин. Да, убил. Что неудивительно. Так, принц. Плохо. Плачущая мерзость. Так, а на принце уже закончилась? Частота разума? Нет, есть. Частота еще есть, еще есть. Так, значит, у меня самые сильные это щиты. Седая слабенькая мерзость. Вот, отлично. Так, дальше кинжалы. И... Так, у него магическое еще осталось, да? Кинжалы. Магическое, блин. Так, самовозгорание. А самовозгорание выбранному персонажу. Да-да-да-да-да, самовозгорание. Хорошая вещь, но правда это магическое броня. Там не написано ничего про магическую броню. Ну, понятно же, что все твои огненные это магическое броню. Зараза, лечит его этот волчара, который остался недобитый. Пошел жрать слизня. Сейчас будет. Так, надо опять ему под ноги бросать что-то. Вот в Сибиле-то есть хоть какой-то свиток там, чтобы он не ходил, тварюга. Можно уже и ничего особо не бросать. Сейчас волка добьем. Ну, видишь, это плачущая мерзость может убить всех. На раз. Ну, если я сейчас им... А, не могу, я им заморозить ноги-то, потому что магическая броня есть. Магическое, магическое. Только травить. Его не лечит яд? Нет, не лечит. Земля и яд его хорошо действуют. Значит, смотри, я могу вот эту яд. Херню с руками сделать. А, да, кстати, он же стоит на этой самой на... На крови. Он стоит на крови. Тебе даже не надо вызывать с дождь. Фигня, ты стоишь на крови. О, отлично, сколько сняли. И волчара сдохла, кстати. А, отлично. О, какая вещь. Так, ну и гномам надо уходить, иначе тебя тоже убьют. Так, подожди, да и подумайте. А может, мы его сейчас просто убью. Либо положить на себя вот это вот, то, что не дает себя убить, как оно называется. Предотвращение смерти, или как оно-то называется. Счастье скажу. Железнь на грани. Железнь на грани, да. Так, инкарнат. Мы пошли. Долубиться этого. Да ты его добьешь уже, инкарнат, мне кажется. Нет, инкарната не хватает. Ну, значит, слизень его добьет. Любасу. Слизень. Ну, попробуй только так, чтобы тоже гнома не прибить. Ну, не, не, слизня надо его кусануть. Не лазером, потому что лазер это магическая броня, а на нем лазер не может. Он может только этим. Ну, кусить. Персонаж рвется вперед, нася врагам, оставляя за собой огненный след, блин. А, да, таран, да? Он тогда всем-то от оба. Он всех-то за это заденится. А простая атака просто? Ну, просто кусить лампу. Вот, тоже неплохо. Он просто снимает с него магическую броню. А, ну-ка. Сбэнс. Так, вдова. Так, пожирание трупа. Не, ей, наверное, надо подойти и кусануть. О-о-о-о. Фу-у-ух. Бедный, бедный феин. Двоих вишь за... Двоих замочил, но это еще... Ну, а просто не надо было подкрадываться, надо было по одному. Не надо было разговаривать с данным. Надо было просто сразу ночью погурил сразу прям. Ну, кто ж знал, я же говорю, я с ним... Нет, я с ним не общалась. Так, на тебе Сибилла. На тебе Сибилла. На тебе Сибилла. На тебе Сибилла. Да же, ну, ладно, тоже тебе. Хотя можно и гному дать ей. Вообще, все Сибилле отдаю. Все ей отдал, все. Так. Ну-ка, у нас тут ничего такого. Так, пошли-ка мы поговорим к этому алтарю. Да подожди ты, алтарь, алтарь-малтарь. Ну, пока вы там лутаете... Лутаем, пока мы лутаем. Перед вами высится древний алтарь Семерых Богов. От камней исходит слабое, умиротворяющее, манящее тепло. Так, преклонить колени, почитать молитву. Вы ощущаете слабое движение воздуха, как будто на алтаре кто-то появился. Вы слышите голос, нисходящий, непонятно откуда, со всех сторон доносятся шепотки. Бедняжка. Голос подобен нежному ветерку. О, что они с тобой сделали? Эта ноша не твоя. От тебя и так запрошено слишком много, но я все исправлю. Как же ты должна быть устала? Как заслуживаешь отдыха? Отдохни. Шепотки развеиваются, налетает ветерок. Что бы тут ни было, мгновение назад все исчезает. Хроники обещания вечности. Третий алтарь, третья молитва, спокойный ровный голос сказал мне, что мое время слишком тяжело и предложил мне отдохнуть. А затем пропал. Чтобы это не значило. Ну, как я и говорю. Подожди, так со всеми мы вроде, значит, получается, алтарями-то перетерли. Ну, получается, третий. Я просто не помню, что терли мы там на том алтаре с этими оленями. Вот в заданиях, вот в заданиях, если посмотреть, обещание вечности. Первый. Оживший мертвец по имени Зелескар сообщил, что он восстал из мертвых благодаря завету и за ним многие другие. Их тоже такой завет. Так, на болоте нас напали скелеты. Их прежде хозяин умер. Гнить туда-бисюдым. Те, кто принимает за это, становятся вассалами короля бога. После молитвы в алтаря ко мне обратился невнятный таинственный голос. Заявил, что я из пробужденных. Это раз. Но по гости мертвецы застают из могил и твердят, что завет будет исполнен. Так, после новой молитвы в алтаре слышен шепот. Рай, потом идет райкер. Смотрите, по госту оказался королем и слуга бога. Рад освободиться от завета. Так, и потом сразу идет третий алтарь. А, что-то я не вижу. Ну да, ну да. Одна молитва в алтаре. В общем, алтаре тут три, поэтому как бы вот три есть. Так, что вы мне там дали? Захера, все отдал вам. Все отдали? Да, все наследство ваше. Да ладно. Вы отдали мне мое наследство. Это очень мило с вашей стороны. Так, опознать. Это у нас какой-то жезл. Так, его в товары. Дать принцу обратно. Ботинки. Так, в товары. Дать принцу. Что еще вы мне там дали? Кольцо. Опознать. Листочки. Тяните. Искусство убийства. Геомальтия. Да, это фейну, а там посмотрим. Так, оставить на госпожа месте. Колечко. Да. Жезл. Так, ну вот. Расправились? Что у нас там по времени? Скажите мне. У нас еще... Сейчас, подожди. Гном наберет очки истока. Тогда скажет, что у нас там по времени. Сейчас посмотрим. Нет, есть еще немножко. Крям 10. Ну, можно ли поглиньше сделать? Давайте тогда там вытаскивайте всякие истоки. Пойдемте тогда... А вытащили? Тогда... Валим на дрифт вот. Ой. Фейн. Поважай. Хотя тоже. Да, вы валите на площадь? Да, на площадь. Ну, в быстром этим перемещении. Так. И вы говорите, там где-то нашли какой-то ключик, да? Еще что-то. Да, какой-то ключ я нашел, около сортира там был. Я не знаю, что с ним делать. У гнома там я все ключи... Я все к этому запихнул к принцу. Я знаю, откуда этот ключик. Тогда давайте-ка мы к этому сортируем вернемся. Я заодно включу тут призрачное зрение и посмотрю, не осталось ли... Призрака от этого самого Гарвана. Гарвана. А что тут все вонью этой? Ну, это этот Гарван тут у нас. Нет, призрака от Гарвана нет. Так, а ключик, говорите? Вот идемте сюда. Я вот вижу, что тут какой-то есть у нас сундучок. За домом мастера Сивы. Издается мне, что этот ключик как раз от этого сундучка. Видите, где я? Да. 65 рублей. 65 рублей тоже деньги. Да. Так, тогда давайте. Мы вообще тут на этих задворках не были. Давай пройдем в эту сторону. Вон тут еще бочка за таверной. С золотом. В какую сторону вы идете? В сторону таверной. Пройдем в эту сторону. В какую сторону вы там пройдете? Я же говорю, за дворками, за дворками. Вдоль реки. За таверной. В другую сторону Каперборийской. Такая разница-то теперь уже. Я не знаю, вы пошли совершенно противоположные. Такими задворками здесь никакими задворками не пройдешь. Господи, ну вот где мы брали сундук, так вдоль стен этого дома я и пошла. Куда? Налево или направо? Направо. Вон, вон тут есть бочка. Есть там что-нибудь. Тут есть куры. С ними можно поговорить. Хотите с курями поговорить? Где куры так, где ты их видишь? Так, все. Ну, ты не нужна, не видишь, я занята. Занята, сказать, что куры еще не знают про занятость. Скажите, что вы слегка заклевались. Она не одожит ли вам яиц на обед? Что значит заклеваться? А, это шутка такая. Если да, то она не очень смешная. Ты не стараешься уж хорошо. Так что, вот, возьми яйцо за труды. Так, моя курица говорит. Занята, говорит. Сказать, что куры ничего не знают про занятость опять. Нет, я со своей курой. О, тебе список, говорит, дать? Мне надо яиц нести, траву пощипать, зерно получить, магистру сапоги поклевать, так что извини. Конец диалога. Так, моя курица говорит. Ну, ты и высокая, чем могу помочь, душа моя? Так, восхититься блеском ее перьев. Она пушится, куда ахчит. О, как это мило, с твоей стороны спасибо, душа моя. В таком пыльном городишке не очень-то просто за ними следить. Но я стараюсь, да. Так, поинтересоваться, нет ли у нее яиц, вы взяли? Конечно, почему нет? Они не все проклевываются. Да, и скажу тебе правду, солнышко, я тоже временами омлетика люблю. Беги же, душа моя. Так, ну вот, мы набрали яиц. Дальше. Тут у нас есть котик. Кто будет с котиком разговаривать? Кот тарасит на вас черные глаза, как ночь. Зрачки так расширены, что за ними не видно цвета радужки. Че, он, ракоман, шулька? Возьми жизни, уже не так. Че? Возьми жизни уже нет, как нет. Ну, я с радостью. Уру, уру, уру. О, последнюю я дам, если вы кинете мне рыбку. Такую пахучую. Сказать ему, что он плохо выглядит, может, хватит есть эту зараженную рыбу. Спросить, не устроит ли его свежая рыба. Дать ему свежую рыбину, уйти, прочее. Так, ну, давай дадим ему зараженную рыбу. Зараженную рыбу, я вот не знаю, если у... Сейчас я дам, наверное, это самое... Принцу именно надо рыбу, захваченную пустотой. Так. А у меня нет такой фигмы. Я тебе дала. Ну, а у их диалоги-то нет. Ну, как нету. Так, сказать, что ему что-то плохо он выглядит, может, хватит есть зараженную рыбу. Спросить, не устроит ли его свежая и дать ему свежую. Или уйти. А, ну спроси, что, может быть, хватит есть зараженную рыбу. Но я их качу, они вкусные, как тень. И прокисшие сливки, и воздух от них темнеет. Так приятно, пошерсткие, будто я черной тканью гладят. Дать ему свежую рыбину и уйти прочее. Уйди прочее, попробуй по-новой дать ему рыбину. Мур-мур-мяу, мур-мур-мяу. Так. Сейчас я тебе... Быстро-то, блин, вот такая... Две ладно, камбала, краснолетица... Фин, плавль, травленная рыба. Ещё опять? Тронутую пустотой. У тебя тогда, когда ты брал эту самую мешочку с рыбом... А, выбравы я и ловку отдать за кусочек. Курурур, вонючий скв español,imen outra급. Да, любой рыбы на самом деле. Дать свежую, дать ему две рыбины тронутой пустотой. Дать ему рыбину тронутой пустотой. Две или одну, давай. одну а кот задирает голову и пронзите меупить потом возвращается к изуродованной добычи дать ему две свежих рыбина дать ему свежую дать ему две рыбины тронутой пустотой дать ему рыбину одну ну давай две сразу сколько ему надо так и спать синика заканивить и такого голодного кота рыба исчезает быстрее чем пинеет гном в кабаке возможно мне как все это время лучше поесть свеженького но я буду скучать по теням он тычет носом вашу карту и оставляет на ней влажное пятно думаю вы тут найдете что-то интересненькое в жизни номер 6 мне кое-что обломилось а теперь если вы не против мне надо побыть с собой нет они заболел заболел код бог хочу куда он там тыкнул табли похоже котик сейчас все-таки сдохнет окс давай его полечим подожди подождение на нем болезнь моего лечить не получится 5 а вы и здравел это плохо надо было отравить вы получили ачивка ну да ладно пусть котик живет так на карте он должен хочу если я еще ему дам рыбину но попробуй дать ему еще тронутую пустоту рыбину так хочется зевать спать и так как же тогда ему два раза было дать ему 2 тогда вот точно сбок наверное айвана хрен с этим котом говорить так так вот он ткнул где-то носом значит он где-то отметил клад возможно что мы его уже нашли так закрытые сокровища сокровища этой что за синие это что такое секундочку да это моя метка это тоже моя метка очевидно да синенькая а у нас джан какой-то вот красный тут еще джан метка задания да это охотник за этим но он ждет когда мы отправимся на аркс так зарытые виде зарытые сокровища гаррика порк до кота звали да ну-ка ну-ка подождите где-то или бог где мог мог зарыть свои сокровища либо это и был то сундук который мы нашли очень непонятно где пуг зарыл свои сокровища граница суреев гост грабит райские холмы адмира нет не видно не видно где искатель приключения наверное выкопали давно уже возможно но обычно все равно они отмечаются сундуком может быть если котик сдох тогда бы он нам это самое подожди если сибиро с ним поговорит ур-ур-мяу так дальше восьми жизни нет конец диалога все значит с котиком закончили тогда что ж нам остается найти с вами лича где может быть лич я примерно предполагаю и это у нас опять же монастырский лес давайте-ка я сюда ну или мы заканчиваем или или мы больше часа не ну тогда давай заканчиваем окей потому что поиски лича могут затянуться да потом еще воевать не говорите это мы оставим да на сладкое да на сладкое так что спасибо всем тем кто посмотрел котики хернотики все это фигня на постном масле надо сразу ли чай искать вот что я хочу искать да ладно а сейчас до свидания много уважаемых зрителей спасибо всем тем кто посмотрел и и пока 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 все вот опять вот опять